Юрий Соболевский, заместитель главы Херсонского областного совета, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Я знаю, вы вместе с нами смотрели сюжет. Вот люди рассказывали вправденно, да, в каком ужасе жили во время оккупации. Вот сейчас у многих нет ни света, ни воды, ни газа. Как часто удается привозить гуманитарную помощь? И что привозят? На самом деле это постоянный процесс, потому что если в крупных нациях, городах с андеоккупированной территорией гуманитарная ситуация удовлетворительна, то в громадах, в небольших населенных пунктах у многих там очень сложная ситуация. Особенно там, где не получилось пока восстановить энергоснабжение, водоснабжение, там максимально тяжело ночным людям. На самом деле гуманитарная помощь нам пропорционально по всем громадам должна распределяться. Этим занимаются и военные администрации, и волонтеры, но не могу сказать, что всего всегда хватает, потому что действительно люди в некоторых наших громадах находятся действительно в крайне сложных ситуациях, поэтому эта поддержка, она нужна будет еще и на длительный период. Тем временем российские оккупанты третий месяц подряд уничтожают Херсон. С 20 ноября, есть такие цифры, они совершили 1739 обстрелов города. 74 мирных жителя погибли, и среди них один ребенок. 207 людей получили ранения. И вот за последние сутки обстрелом подверглись Золотая Балка, Береслав, Веселая, Николаевка, Антоновка, Янтарная, может я не все назвала пункты, какие там последствия, да, и с какого оружия враг бьет по мирным людям? Да, за то за прошлые сутки у нас редкий день, когда у нас не было пострадавших, это действительно крайне редкий день, счастливый для Херсонщины. За прошлые сутки у нас 42 обстрела в нашей территории, и к сожалению, один человек погиб, один ранен. Легкие ранения на месте скорой оказала медпомощь, человек отказался от госпитализации, там состояние позволяло. Разрушения разные на самом деле, но вот с каждым днем после прилетов этих у нас все больше увеличится количество поврежденных из жилых домов и коммунальных помещений, из коммунальных предприятий, государственной собственности помещения. То, что нужно сейчас для жизнедеятельности громад, естественно, максимально быстро стараемся восстанавливать, для того, чтобы не замедлялись процессы возвращения жизни на декупированные территории. Там, где помещения не используются, не планируется их использовать в ближайшее время, вот для основных целей обеспечения деятельности громады, то там только устраняются повреждения, консервируются и ремонтная работа не проводится. Сейчас нецелесообразно ресурсы тратить на такие объекты. Ну, серой зоной остаются острова под Херсоном, да, вот спутники зафиксировали в плавнях пожар, а местные СМИ пишут, что ВСУ накрыли огнем несколько вражеских диверсионных групп, которые вот в последнее время активизировались там. Могли бы вы подтвердить эту информацию? Мы сохраняем информационную тишину по просьбе наших военных, относительно, вот, особенно в короткий период после каких-то событий. Могу сказать, что там регулярно, на самом деле, наши ребята работают. Они накрывают там и пресекают высадки ДРГ или тех, кто высадился на острова. Они тоже там работают по этим целям. На самом деле, ну, вся та зона серая, она под нашим наблюдением, под нашим магнитным контролем. То есть там инфитрация через островов, там, будет для врага крайне затруднительной, скажем так. Вот в местных пабликах пишут, что Каховка и Новая Каховка на грани гуманитарной катастрофы просто. Есть у вас какая-то информация? Могу это подтвердить, к сожалению, потому что действительно сильно ограничен сейчас доступ к медицинским услугам. Ухудшилась ситуация там со снабжением, в том числе, продуктов питания и усилилось давление на людей. Там мы наблюдаем увеличение количества фильтрационных мероприятий, сдержание людей, количество областей, которые там проводят. Там действительно крайне сложная ситуация. Ну вот, оккупанты усиливают фильтрацию на всех временно занятых территориях Херсонской области. Вот ограничили въезд и выезд из Ульяновки и проводят обыски у местных жителей, проверяют мобильные телефоны. Вот об этом сообщает Генштаб СУ. Как вы полагаете, почему взялись вот именно за этот населенный пункт? На самом деле у них, вот эта их тактика действий, она сначала оккупация. Они закрывают небольшие населенные пункты полностью на въезд-выезд. Причем, ну, внешне это может выглядеть даже хаотично, как они выбирают эти населенные пункты. Ну, возможно, у них есть какая-то оперативная информация, что там могут находиться люди, которые активно участвуют в сопротивлении, или же другие люди, которые представляют для них интересы, скажем так. Они закрывают на въезд-выезд, и они просто каждый дом обходят. Проверяют документы у каждого человека, проверяют телефоны, компьютерную технику, проверяют автотранспорт. То есть вот такие действия, на самом деле, мы видим в разных населенных пунктах, в разных районах Херсонской области, вредно оккупированной части ее, постоянно. Какая цель была у них именно в этот раз, ну, сказать сложно. Я думаю, что все то же самое. Ну, вот есть информация, что оккупанты придумали какие-то такие сложные схемы, как заставить их руководству выплачивать им хоть какие-то премии. Вот, в частности, на правобережье есть случаи имитации обстрелов в своих же позициях, а также удары по гражданским объектам, якобы со стороны ВСУ. Есть ли у вас такая информация? Есть такие случаи. Есть случаи, когда разные подразделения просто между собой вступают в огневой контакт время-тремени. Они пытаются, конечно, скрывать эту ситуацию, потому что понятно, что это совсем нехорошо для репутации и для описания боеготовности и дисциплины этих подразделений. Кроме того, в последнее время есть случаи, которые нужно еще подтверждать, но предварительно можно уже о них, наверное, говорить, когда там, знаете, подразделения, которые постоянно дислоцированы в 10-15-кометровой зоне по левому берегу, они постоянно вступают в конфликты с подразделениями их, вот, ТРСЗО, артиллерия. Когда они приезжают на позиции для того, чтобы обстрелять нашу территорию, то есть случаи, когда с этих позиций их отгоняют свои же там солдаты, потому что они понимают, что сейчас прилетит ответка, а они там дислоцированы. То есть у них организационного такого бардака достаточно много. Вот вчера в лесополосе, собирая дрова вблизи села Музыковка, на мине, оставленной военными Российской Федерацией, подорвался местный житель, и мужчина погиб на месте. Мы с вами во время прошлого включения, да, говорили, какая сложная ситуация с разминированием, сколько вот смертоносных ловушек оставили после себя оккупанты. И вот эта ситуация в очередной раз подтверждает, насколько нужно быть осторожными. Да, к сожалению, у нас в Музыковке погиб человек. Скорая приехала быстро, максимально быстро, но, к сожалению, уже на момент прибытия нашей бригады человек уже был мертв, не получилось спасти его жизнь. Нужно соблюдать крайнюю осторожность, потому что количество таких вот сюрпризов просто зашкаливает. И у нас работают большое количество, на самом деле, бригад взрывотехников, пиротехников, и полиция, и ДСНС. И вчера, насколько я помню, 8 гектар проверили за сутки. И десятки, на самом деле, взрывоопасных предметов обезвредили. Но работа это еще на очень долгий период. Поэтому нужно максимально осторожным быть. И ни в коем случае не то, что не трогать эти предметы, даже к ним не приближаться. Потому что есть случаи, когда мины с сейсмодатчиками, они просто срабатывают на колебание почвы на дистанции там нескольких метров. Поэтому даже приближаться к ним нельзя. То есть поля, проселочные дороги, лесополосы, наверное, самые опасные зоны. Да, в первую очередь, потому что в зданиях, объектах критической инфраструктуры, там все-таки больше и больше количества таких объектов уже проверено. А что касается открытых территорий, поля, лесопосадки, там надо быть крайне осторожным. Вдоль трасс, вдоль дорог не стоит ни в коем случае без такой критической необходимости отходить от дороги. Потому что тоже большое количество там находится сюрпризов. Плюс остаются еще неразорвавшиеся боеприпасы, которые вообще могут находиться в любом месте. Ну и вот вы сказали, что есть мины с сейсмодатчиками, да? То есть для многих зрителей непонятно, что это. То есть это не растяжки, а мина, которая реагирует именно на вибрацию от шагов человека. И тогда только срабатывает. Да, они тоже, это очень опасно. Потому что человек может ее даже не увидеть. Он может проходить мимо, там 5-7-10 метров, она может сработать взрыватель и нанести человеку травму и убить его. В Ново-Воронцовское общение врачи без границ привезли и установили такой вот модульный пункт медицинской помощи. Он уже готов к приему пациентов. Скажите, а вот удалось ли восстановить работу хоть нескольких амбулаторий? Или вот такие медпункты, это пока единственная перспектива для людей получать какую-то медпомощь? Восстанавливается инфраструктура, медицина, она в приоритете. Поэтому, если можно, я не буду называть ни громады, ни адреса. Потому что у нас, к сожалению, количество прилетов по нашим медицинским учреждениям очень большое. У нас в самом Херсоне уже ни одной больницы не осталось, где хотя бы один раз не прилетало. Эта работа тоже проводится. Но сейчас мы максимально плотно тоже работаем и с врачами без границ, и областные больницы делают выезды в громады, там, где нет сейчас стационарного медучреждения, потому что там разрушено все, для того, чтобы у людей был доступ к медицинским услугам. Россияне снова вывезли детей с оккупированных территорий Херсонской области в Крым, в лагерь Артек, якобы для продления зимних каникул. Вот об этом сообщает Крымско-Татарский ресурсный центр. И вот снова та же ситуация, о которой мы не раз говорили. Потом начинаются проблемы, как детей вернуть. Как вы полагаете, родители отдают детей на отдых, так называемый, под давлением или верят оккупантам на слово? Есть ли возможность отслеживать их передвижение в Крыму? Вы знаете, это крайне сложно на самом деле. Мы стараемся эту ситуацию отслеживать, потому что всех возвращать нужно будет. Основная масса родителей на самом деле не отдаёт детей. Там есть определённый процент, которых потом используют в этой пропаганде о том, что они там вывозят на оздоровление этих детей. Но на самом деле большинство, абсолютно большинство, там не ведётся, извините, на вот этой истории. Тем более уже научены горьким опытом, который был у нас на протяжении там нескольких месяцев. И этим летом, когда детей вывозили, обещали, что они там через неделю, через 10 дней вернутся. Потом говорили, что сложная ситуация с безопасностью. Поэтому продлевали, продлевали. Потом ещё куда-то перевозили. Там разные есть истории. Ни в коем случае нельзя нашим людям отдавать своих туда детей. Потому что вероятность того, что потом этих детей вывезут куда-то в регион Российской Федерации и скажут, получайте паспорта и эти же веди там, туда же достаточно высоко. В главаре непризнанной ДНР заявили о намерении увеличить товарооборот с захваченными россиянами частью Херсонской области. Вот как бы для того, чтобы сдерживать цены на оккупированной территории Донецкой области. Как вы думаете, что это за план? О чём вообще речь идёт? Знаете, это тот же самый элемент пропаганды, как и по строительству новых городов Херсонской области и прочие пропагандистские проекты, которые дальше, чем в заявлениях на их пропагандистских ресурсах, дело не идёт. Что касается увеличения товарооборота, ну, разграбили уже, по-моему, всё, что только можно было. То есть они ещё мудряются находить, что ещё можно разграбить у нас на оккупированной территории всё-таки. Но на самом деле большинство предприятий, они остановили свою деятельность. Это сельскохозяйственные предприятия, в первую очередь, предприятия по переработке сельхозпродукции. Эти предприятия не работают. Они разграблены или уничтожены, и этим они занимались системно на протяжении, к сожалению, многих месяцев. Говорить сейчас о каких-то торговых взаимоотношениях между этими нашими временно оккупированными территориями, но это закончится ничем. Как и созданием добровольческого батальона Херсонского и всей остальной их истории. Ну вот ещё о пропаганде, история с убитыми крокодилами из Алёшек. Могли бы вы пояснить, почему российские пропагандисты так в неё вцепились и раскручивают? Знаете, сложно объяснять логику людей, которые существуют просто в какой-то другой извращённой параллельной вселенной. Я просто другой пример приведу. Была одно время достаточно нашумевшая история о том, что они с Херсоном похитили тут, украли фактически енота. И енот стал у них этот украденный каким-то таким символом странным. Ну вот уже они ему паспорт дали, и время от времени они публикуют интервью с этим енотом. Ну это вот то, что нужно знать об этих людях. Они разговаривают с нашим украденным енотом, он им что-то отвечает, и они это публикуют. Он им отвечает «Слава Украине», да? Вот они это не смогут опубликовать. Ну есть видео, где он попал подкусить палец сальдо, которая облетелась. Вот это реально более явление нашего енота. Спасибо огромное. Спасибо вам за ваши комментарии, за последнюю информацию. Я напомню, Юрий Соболевский, заместитель главы Херсонского областного совета, был с нами на связи.